И первое слово экраном. И первое слово экраном. И первое слово экраном. Я счастлива, что я снова стою на этой сцене замечательных, которая уже стояла несколько раз. Я счастлива, что я снова приехала в Северстополь. Я счастлива, что началась наша русская весна. Я всего хочу поздравить всех вас с самым главным праздником. Вот для меня теперь самый главный праздник. Это год, годовщина присоединения Крыма к России. Вот, я немножко о себе. Потому что ни один еще человек не выпускал меня, не выяснив подробно мое происхождение. На этот внутренний вопрос я отвечаю сама. Да, родилась в знаменитой семье. Мой отец Сергей Федорович Бондарчук. Из старшего поколения. Помните его фильмы? Ну-ка назовите. Война и мир. Красные колокола. Красные колокола. Судьба человека. Судьба человека. Ну, конечно, ну, конечно, но спасибо. 60 фильмов у отца. Не будем дальше. Но, во всяком случае, вы вспомнили и помните. А вот с моей мамой... Мама может быть ошибочка? Инна Макарова. Народная артистка СССР. Ее фильмы. Молодая партия. Высота. Дорогой мой человек. Девчата. Девчата. Женщины. Женщины. Помните, как она на голове несет чемодан? Да? Да? Вот так она несет чемодан. И народная артистка СССР. Инна Владимировна Макарова. Передает огромный планик привет. Почему я особо на этом заостряю внимание ваше? Потому что сейчас. В желтую прессу, знаете, она такая. Мамочку положили на плановое обследование Боткинскую больницу. Тут и началось. И врываются в ее палатку. И говорят, Нагаля, дайте интервью. Ведь мама вообще уходит из жизни. Но это что-то кошмар. Поэтому я ей так громко сказала. Да, я вас приглашаю на дивный вечер Инны Владимировны Макаровой. Да, моей маме 88 лет. Ей вспомнится в этом году 89 лет. И я надеюсь привезти ее в Крым. Я родилась в этой семье. Но я не подозревала, что я у известных актеров родилась. Я так вот. Наши двери всегда были открыты. Настежь открыты. И кто-то находился, что, вот, пригодили гости, гости, гости. А у нас под ногами в квартире гости, гости. И кто-то меня обязательно хватало и подбрасывал под потолок. Иногда ловил. Я просто привыкла уже к этому полетам. И всегда Чичуга говорит, ты, конечно, хочешь стать артисткой. Я говорю, ни за что. Я говорю, хочу быть пожарником и пограничником. Чтобы вот такая собака была. Вот как у Вани Пута, вот такая собачина. Нет, больше. Вот я, ну я же не подозревала, кто к нам приходит в гости. А в гости к нам приходил Николай Рыбников. Рыбников с Ларионовой. Значит, Лукьянова с Лучков. К маме Батанов. Там, ну, многие очень знаменитые артисты, я до этого не подозревала. Для меня это какие-то дети, какие-то тенки, какие-то таскают. А я в это время дралась на улице за справедливость. Вот всегда. Как себя помню, надевала, знаете, вот так я одевалась, чтобы битва была хорошая. Такой ремень кожаный со звездой. Не обязательно звезда на ремень. Полушубочек, звезда, полушубочек короткий, чтобы драться было хорошо. Вот, значит, валенка с колошей. Шапка у шапка. Здесь тоже звезда. И я отчаянно с мальчишками дралась за справедливость. Тимуровские команды создала. Однажды я выиграла у мамы все документы, 4 года. Все документы. Выдрала содержимое. Питак взяла, знаете, с гербом. Это была моя печать. Так вот, попадите-то, если хорошо, то гербом и печать будет. И написала пароль, а печать. И раздала всем свои мамины документы. Так она до сих пор, у меня некоторые, не может снова получить эти документы. Вот так вот я с мамой справлялась. Ну, такая вот девчонка, аторка, что называется, как бы. Орала так, что весь двор, вот, там, дети же здесь, дети, боже, что я говорю, что это. То есть я так, знаешь, скромная была девочка, да. Ну, немножко оруще, оруще. И вот в 13 лет заболела я театром. Поступила в детскую суммодеятельность. И там сыграла свою первую в жизни роль. Вот приблизительно на такой сцене, чуть меньше на сцене было. И играла в сказке, сказала свою первую в жизни фразу. Эх, глаза бы мне побольше. И вдруг из зрительного зада мальчишеский голос. А куда тебе больше-то? И это была первая реакция на мою игру. Я запомнила ее на всю жизнь. А потом было в ГИБ, институт кино. Ведь мама и папа закончили этот институт. Папа не знал, что я поступила. Не знал, потому что в это время моя папа и мама уже расстались. Мама знала, лежала в обмороке. Я поступала к Сергееву Мячу, Герасиму, Томару, Федорову и Макарову. Поступила. Ко мне подходит мой первый кинорежиссер. И предлагает мне... Первый режиссер был Николай Губенко. Говорит, Наталья, будешь у меня играть в этюб? Я говорю, про любовь в эти 17 лет? Да, да, про любовь, конечно. Будешь играть 42-летнюю женщину с двумя детьми и мужем алкоголиком. И все про любовь. И вот, а играли мы таким составом. Значит, это была моя дочка Наташа Белохвостикова, что, значит, сын Оли Геременко и муж-пьяница в один спиридор. Вот таким составом мы сыграли. И сыграли так, что не раз нам сказали, что Наташа и все мы играли не как в конце первого курса, а как в конце второго. И наши носы взлетели до небес. Понимаешь, в какой играть в конце второго. И подходит второй режиссер, Сережа Никоденко, который знал, конечно, как актер, он учился у нас на режиссерском. А Даня, будем играть классику. Классику, подумая, это длинное платье, это со швейками, причесочки какие-нибудь. Будешь играть коробочку, мертвая душа. Никакого грима, ты и так на нее похожа. И я, значит, в 17 лет коробочку, в 18 лет, когда мне исполнилось, мы уже стали играть красные и черные, это роман у стандали. И вдруг Наташа Хвостикова, а у нас было 4 Наташи, знаете, да, уже 4 Наташи, по-моему, все уже знают, я люблю это рассказывать, когда я стала первой девочкой, и говорит, здравствуйте, у меня очень смешная фамилия, я Наташа Белохвостикова. Стоит вторая девочка, говорит, ой, у меня тоже смешная фамилия, я Наташа Хвостикова. Стоит третья девочка, говорит, а я Наташа Олегбасарова. Стоит я и говорю, фамилия не смешная, она тоже зовут Наташа Бондарчук. Наш курс так и прозвали, курс 4 Наташи. И вот, Наташа, моя подружка-бегатель, гений идет, гений. Гений шел в белом хашне, в шапочке, которую подарила Марина Владимировна. Бежон был Андрей Тарковский. Шел, чтобы выбрать себе героиню фильма. И все об этом знают, все. И вот он посмотрел, как я играю. На пропуске вожи, это 13 лет, да, сцена Гертруда с Гамлетом, мне 42 года там, и сцену Коробочку, и Виссайскую историю. И я вообще пацана играла, я чайно дралась. И за этот репертуар, он пригласил меня на броцеррис. Я прихожу, меня одновременно снимают, я такая немножко зажатая, вот, Бенонис сразу, Донатас Бенонис рядом. И я ж играю, я ж плачу, аж пол промок подо мной. И Тарковский, значит, говорит, ты живет мне руку, говорит, Наташа, прекрасный играющий, ты знаешь, ты прекрасный играющий, но я тебя не утверждаю. Я говорю, как? Ну так, тебе сколько лет? 19, а? Спросил у Донатаса, сколько ему лет, ты ему вшел и не говоришь, что ты слишком молода. Тут обиделся, Бенонис на Тарковского, что-то такое тоже замыслил себе, вот, спустя полгода. А, а я разревелась, у меня прям вот ту же, вот, просто потекла по павильону от слез, увидев мои страдания, Тарковский сказал, знаешь, что, не льви, не льви, прекрати льветь, я тебя подарю. Кому? Своей подруге Ларисе Шипетько, она только начинает фильм, ты и я, ты будешь в нее играть. Ну я так тоже, губы надулы, губы играть, у Шипетько какой-то, а не у Тарковского, ну, короче, перешла в другой павильон, она дивная совершенно Лариса Шипетько.